Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Дорогие братья и сестры, сегодня, за две недели до Великого Поста, Святая Церковь предложила нам удивительную и трогательную по смыслу притчу о блудном сыне. Эта притча описана у Евангелиста Луки в 15 главе. Я хочу попросить вас, полюбите 15 главу этого Евангелиста. Постарайтесь, как только, если и упадетесь, споткнетесь в своей жизни, открывать именно эту главу. Она полна милосердия, любви и всепрощения Бога. Многие ходили за Христом люди, особенно грешники, мытари. Они видели в учении Иисуса Христа не просто упование, а надежду на свое прощение. За ним также ходили фарисеи, книжники, саддукеи, которые были раздражены его милосердным учением. И вот как раз в эти моменты, когда вокруг него было очень много людей, Христос рассказывал им удивительные притчи и рассказы. Первым стоит в этой главе рассказ о том, как есть ли среди вас человек, имеющий сто овец и потерявший одну, не оставит ли девяносто девять и не идет искать заблудшую. Второе он рассказывает о том, что женщина, даже если потеряет одну из десяти драхм, ищет, зажигает светильник и пока не найдет, не успокоится. И вот третье о блудном сыне. О чем эта притча? Это притча о милосердном отце, о Боге. И вот Христос приводит пример притчу о двух сыновьях, которые были у одного, достаточно имеющего все для своих сыновей отца, один из которых, младший, подойдя к отцу своему, попросил часть своего имения. Причем он не попросил пойти заработать. Папа, я уже взрослый, как это бывает у молодых детей, я уже и так все умею, зачем мне это родительское излишнее попечение? Он просит, дай мне, отец, твоих денег, дай мне часть твоего мне наследства. И он не собирается работать, он не собирается трудиться, он собирается наслаждаться. Ему надоел этот четкий установленный режим труда, послушания в его доме отца. И он решил уйти. Как это похоже на современных молодых людей? Мы не хотим слушать вас, родители. Вы нам надоели своими постоянными запретами и ограничениями. Отпустите нас. Как мы вспоминаем, в общем-то, и свою юность, когда мы также хотели уйти из-под надзора, контроля родителей и делать то, что хотим мы. И вот то, что хочет молодой человек, сегодня показано в притче о блудном сыне. Он, конечно же, хотел гулять с блудницами, с друзьями. Пока были деньги отца, все было как бы безрадужно. А как они закончились, как правило, заканчиваются и друзья, заканчиваются и подруги. И вот он начинает голодать. Он чувствует, что ему даже нечем утолить чувство собственного голода. Он нанимается на работу к одному очень жестокому человеку, который не только взял его на очень позорную работу, работу, которая доставляла ему только пропитание, потому что он умирал с голоду. Больше того, этот злой хозяин свиней даже не давал столько этому человеку, который обнищал духом и пришел к такому состоянию. Он давал ему меньше, чем давал собственным свиньям. Это потому, что в Евангелии открывается еще одна очень важная мысль, что он хотел насытиться даже из урыльника свиней и не мог. Он голодал даже тогда, когда кормил свиней. То есть свиньи, хозяина, были более сытыми, чем этот раб, который работал у этого злого господина. И вот тут он приходит в себя. Он приходит в себя. Это очень важное чувство в жизни каждого из нас. Это первое чувство человеческого раскаяния, покаяния. Нужно прийти в себя, как пришел этот блудный сын. Следующее, что он делает? Он раскаивается. Он говорит, что же я делаю? У отца моего имения много, а я со свиньями, я не могу даже утолить чувство собственного голода. Встану, пойду, повинюсь перед отцом моим и скажу ему, отец мой, я согрешил против тебя и перед Богом, перед небом. И вот теперь прими меня в число своих рабов, потому что я уже не достоин называться сыном твоим. И он поднимается. И вот это очень важная третья составляющая. Не лениться, не отчаиваться, а подняться и пойти к Богу, отцу, как пошел блудный сын к своему родителю. Он, придя, не находит его грозным, сидящим на отеческом троне. Отец, как сказано в евангельской притче, бежит ему навстречу. И вот это удивительная встреча блудного сына и любящего отца. Отец, я согрешил против тебя и перед тобой и небом, ибо я пропадал. То есть он ощущает в себе эту вину перед своим небесным отцом и перед отцом своим телесным. И вот в это самое время очень важный момент, что отец останавливает сына. Он даже не дает ему договорить. Он останавливает и говорит, сын, ты пропадал и нашелся. Ты нашелся. Вот это обретение пропадающего, такая радость для сердца любящего отца. И он даже распорядился сделать пир, принести обувь, накрыть стол, заколоть у питанного тельца. И вот тут надо обратить внимание еще на очень важную деталь. Возвращается с работы его старший сын и видит, что в доме пир. Он видит, что в доме ликование и спрашивает услуг своих, а по какому поводу пир, по какому случаю веселье. И они рассказывают ему, что вернулся твой брат. И вот давайте обратим внимание на поведение этого старшего брата. Он, подойдя к отцу своему, укоряет его и даже говорит ему, послушайте как, сын твой пропадал. Он не называет его собственным братом. Он как бы не проявляет к нему чувство любви. Сын твой. И я работаю всегда в доме твоем, и ты никогда не сделал мне такого пира. Удивляясь, возмущается старший сын. И слышит из уст отца, сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том нужно было радоваться, что этот брат твой пропадал и нашелся. Был мертв и ожил. И нет больше радости для сердца отца, чем возвращение блудного сына. Вот эта удивительная история, она имеет глубокий смысл. Особенно в подготовительных неделях к Великому посту. В чем они, эти удивительные смыслы? И мы давайте найдем их три. Первое. Эта притча открывает нам, кто же есть Бог. Бог есть любовь. И мы в этой притче видим, как сам Христос показывает любовь Отца к своим детям. Причем Он любит своих детей одинаково. Вот так Бог любит каждого из нас. Это мы любим. Одного покрепче, другого чуть-чуть слабее. А у Бога так нет. И мы с вами должны вынести еще два важных смысла. Что есть два типа людей. Первый – это тип людей, похожих на этого младшего сына. Кто же это? Это люди, которые не хотят ни божественных ограничений, ни соблюдения заповедей, ни посещения церковных служб, ни молитв, ни постов. Они ничего не хотят. Они хотят жить, как хотят. И этот тип людей начался не с нас, не с наших прародителей. Он еще от Адама. Вот именно там еще наши прародители не захотели слушать Бога. Они захотели жить по своим желаниям и прихотям. И то, что случилось, мы с вами знаем, грех вошел в мир, а с грехом смерть, проклятие и страшное последование этого отступления. Мы видим, как те, кто не хочет жить по-божьему, как эти люди страдают, как они несчастны, но они кичатся, будто бы получая наслаждение, они считают себя счастливыми. Без Бога счастливым быть невозможно. И всякий, кто отступает от Него, словно уходит из любимого дома, церкви, дома своего любящего Отца. Там всегда голод, прежде всего, духовный. А духовный голод является последованием и голод телесный. И поэтому тот, кто от Бога отступает, не только будет голодать духовно, но и погрузится в голод, то есть в недостаток всего, что он хотел бы иметь. И потеряет то, что имеет. И вот третий вопрос сегодняшнего замечательного повествования притчи. А что же за этот второй тип людей? Что это за люди второго типа? Это люди типа старшего сына. Кто это люди? Это люди, которые ходят в церковь. Это люди, которые постятся. Это люди, которые молятся. Люди, которые живут церковной жизнью. Но у нас с вами, у категории этих людей есть очень серьезная опасность. Уподобиться старшему сыну. Начать осуждать тех, кто в церковь не ходит. Тех, кто не постится. Кто живет сегодня за оградой церкви. И мы можем уподобиться вот этому человеку, который через собственную гордость, превозношение, что он всегда в доме Отца, любящего и милующего. И у него есть большая опасность оступиться. Потому что дьявол, если сеял плевелы в сердце младшего сына путем наслаждения и видимых грехов, здесь он посевает свои тайные зерна, которые все равно всходят и внутренне разлагают человека. Он внешне кажется и благочестив. Он и стоит на молитве. И мы с вами слышали прошлое воскресенье. Он и десятину уделяет из всего, что производит. И постится два раза в неделю. Даже говорит, хорошо, что я не такой, как прочие грешники. Кто это? Это человек типа второго, старшего брата, который своей праведностью начал гордиться над теми, кто отступает и явно грешит. Вот, дорогие мои, мы сегодня с вами имеем эту удивительную притчу, которая должна нас научить. Что если мы оступаемся, падаем, согрешаем, мы никогда не должны отчаиваться, мы должны помнить об этих трех ступенях подъема к Богу, к прощению и к помилованию. Первое из которых – это прийти в себя. То есть осмотреться вокруг и понять, что мы не той дорогой идем, что мы уклонились от Бога, мы перестали читать Слово Божие. А вера от слышания, а слышание от Слова Божия. И если мы теряем веру, ослабевает наша душа, наши внутренние духовные силы, это говорит о том, что мы отступаем от источника, от Евангелия, которое давайте читать как можно чаще. Когда мы перестаем ходить на службу, когда мы ленимся помолиться, когда мы говорим, да ничего, какой там пост, и так сейчас нечего есть. Вот тогда мы потихонечку отступаем, отступаем и попадаем в это внешнее окружение греха. И как бы не чувствуем этой разницы. Ну все так живут, говорим и мы. И начинаем жить, как все забывшие о Боге в страну далече ушедшие. Но мы давайте не забывать о той ступени, которая, если мы вдруг придем в себя, она пробуждает нас чувство покаяния. Нет, не хочу так жить. Господи, не хочу. Прости меня, Господи. И поэтому мы должны молиться как можно чаще этой молитвой мытаря. Боже, будь милостив ко мне грешному, грешный. Господи, прости меня. И третья обязательная ступень, на которую мы должны взойти, это не ленясь прийти в дом Небесного Отца и повиниться. Что это за повиновение? Это таинство покаяния. И вот тогда, как камень с души скатится, как освобождается душа, человек чувствует, что он вот тот заблудившийся, но любимый Богом сын или дочь. Вот не будем об этом забывать. И, наконец, не будем забывать, что мы не должны принадлежать как к первой категории людей, которые уходят от Бога, не хотят с Ним жить, так сторониться и гордости, и надменности типа второго людей, которые, если и с Богом, то надмиваются, а не кичатся своими одеждами, а не кичатся своим внешним праведным видом, а внутри исполнены всякой неправдой. Вот давайте мы с вами, дорогие братья и сестры, эту притчу постараемся не забывать. И помню, что как бы мы не согрешили, есть такое замечательное наставление, нет такого греха, чтобы не простил Бог, кроме греха нераскаянного. В какой бы тип людей мы с вами не попали, видим или согрешим, а может быть и тайно, а может быть и возгордимся над другими, но всегда есть любящий Отец. Давайте любить Бога всем сердцем, всей душою и всем помышлением своим, и Он, как любящий Отец, примет нас в Царство Свое. Аминь.